Ну а я начну. Добрый день. Я астроном, и тема будет неожиданная. Сейчас увидите и удивитесь. А впрочем, там в программке, наверное, она указана. Вот такая тема. Извините, что тут не очень яркая презентация, но говорят, в сеть пойдет лучше. А тут нужна картинка еще и моя. Я вот почему такую тему выбрал. Ну, сами знаете, почему нас лишили современных технологий. Это надолго. И мы будем постоянно последний, ближайший год деградировать, если свои инженеры и ученые быстренько не появятся и не начнут делать то, что раньше мы только покупали, завозили. Это актуально. Пока еще у вас работают айфоны, но скоро это будет совсем актуально. Когда я и мое поколение входили в науку, не было вообще смысла об этом спрашивать. Как можно не доверять ученым? Было полное доверие. Мы входили в науку, потому что знали авторитет, и мы всегда верим в то, что они говорят. В последнее время, благодаря, кстати говоря, электронным средствам, трудно стало отличать фейк от реальности. Красивый рисунок компьютерный от настоящей фотографии телескопом Хаббл полученной. Или научен фантастический фильм «Марсианин». Смотрим, ну правда, как будто на Марсе снят. В результате, а зачем запускать на Марс? Уже все вот нам показали, да? А может, нам показали фейк? А может быть, там не так? Вот это начинает уже нервировать людей, и в науку идут все менее и менее одаренные. Вот, например, перед вами вот эта картинка. Ну, вот это. Не верхняя часть, а вот это. Это что? Фотография? Компьютерный рисунок? Или что? Уже замерзли, да? Фотография. Потому что это калаш. То есть это сочетание фотографии. Так, фотография, калаш. Рисунок. Рисунок. Все три варианта. Рисунок, фотография и калаш. Вы правы. Это калаш. Земля сфотографирована честно, на нее подставлен отличный компьютерный рисунок несуществующего космического аппарата. Как отличить это от реальности? Невозможно почти. Тем не менее, надо понимать, что ученые обычно не... Либо сами обманываются, либо не хотят обманывать нас. Мы обманываемся, когда они думают, что рассказывают нам правду. Поэтому пульт у вас плохо. А, нет, работает. Я немножко покажу варианты, которые могут... Ну, как-то в жизни вам, может быть, в преподавании быть интересны. Луна. Мы всегда видели только одну сторону Луны. В 59-м году наконец-то полетел наш советский космический аппарат, облетел Луну, сфотографировал и показал нам обратную сторону. Вот первая фотография Луны, обратного полушария, которую мы получили в моем институте, где я работаю. Мои коллеги все еще некоторые живо работают, обрабатывали этот не очень качественный снимок. Ну, такая техника тогда была. И какие-то карты обратной стороны Луны пытались создать. Тогда нам впервые их показали. Нам, вот, в общественности, на марках. Ничего лучшего цветного телевидения вообще не было. Да и черно-белое редко у кого было. И мы тогда хорошие... Вот первая карта обратной стороны Луны. Смотрите, тут есть море Москвы, замечательно, залив астронавтов. Космонавтов еще тогда не было. Астронавтов всех называли, Циолковский. А вот хребет Советский. Ну, что было делать? В общем, астрономическая общественность не приветствовала такое международное. Но мы были первыми. Мы увидели, мы открыли этот географический объект, и мы называли, как хотели. Возьмите современные карты Луны. Вы найдете там хребет Советский? Нет, вы его там не найдете. Кто же вас обманул? Или, может быть, после 2000 года стерли? Да нет, не стирали. Оказывается, никто никого не обманывал. Вот две фотографии, ну, уже современные, более качественные. Видимого и обратного полушария Луны. А это полная электронная, ну, глобус Луны. Хребта там никакого нет. Выяснилось, что заблуждались сами ученые. Вот эта вот, где она сейчас приедет? Вот эта вот светлая полоса, она оказалась никаким не хребтом. Ну, кто мог тогда подумать, что это не горный хребет, а просто светлая полоса, там выбросы лавы, бывшей вулканической, когда-то на Луне была активность. И, естественно, убрали с карты. Вот когда нас обманывали? Да никогда. Сами ученые заблудились, не поняли, дали неверное. Кстати, никого потом не наказали. Вот что удивительно. В советское время с карты Луны исчез хребет советский. Это прошло безнаказанно. Да, хорошо. Вот. Никто не виноват по этому. Никто никого не обманывал, но совершился вот такой вот незлонамеренный обман. Теперь по поводу цвета. Как вы думаете, планета Меркурий? Красиво? Очень. Она такая? Вас обманывают? Нет. Вас не обманывают? Вам забыли сказать, что это усиленный контраст цвета. Он нужен геологам. Человеческий глаз, конечно, такого Меркурия никогда... Вот, Меркурий, как бы вы его увидели своими глазами. Он серый, неинтересный. Но для геологов важно все-таки различать породы разные. А если контраст цвета усилить, то эти породы уже начинают как-то вот выделяться. И для геолога это понятная карта. И иногда берешь там какой-нибудь глянцевый журнал, открываешь. Иногда там бывает что-то по астрономии. Смотришь, боже, какой красавец Меркурий. Забыли сказать, что он не такой. Что это глаза компьютера только увидят его таким. Тоже это не обман. Просто упустили из вида, что не человеческий глаз. Или вот Харон — это спутник Плутона. Маленькая планета Плутона, у нее большой спутник Харон. Вот он такой вот. А на самом деле... Ну вот на этой не очень хорошо видно. Но усиленный контраст цвета сразу выделяет нам область Северного полюса. Там какие-то загадочные породы лежат. Даже не породы, а может быть, странные, сложные молекулы биохимические. Но одним словом, это тоже усиленный контраст цвета. Таким вы его никогда не увидите. Ну, Луна. Вот какая бывает красивая Луна. Уж Луну-то все видели на небе, да? А такую никто не видел. Та же самая история. Для геологов это интересно. Для публики это красиво. А кто-нибудь вам скажет, да она же не такая. Кто-то вас обманул. Я же видел Луну на небе. Нет на ней никакого цвета. А у геологического атласа есть. Потому что вот им так удобно. Или вот этот спутник Юпитера. Очень похожий на нашу Луну. Такого уже примерно размера. Но смотрите, какой красавец. Вас опять обманули, что ли? Не сильно. Не сильно обманули. Вот он такой на самом деле. А может быть, такой. Какой же он на самом деле? И то, и другое довольно необычно, да? Для небесного тела. А какая же правильная фотография? Правильная вот эта. Вы верите, что вот такое небесное тело может быть? Конечно нет. Не верите. Оно именно такое. Оно правда такое. Потому что он полностью покрыт. Вот то неверно, хотя полезно. Тут мы отличаем места замерзшими газами покрытые. Но тут их почти видно. Можно так различить. Но лучше, конечно, контраст усилить. Но он на самом деле вот такой апельсиновый. Потому что это единственное небесное тело, покрытое вулканическими отложениями. А там очень много таких вот выбросов окислов. Ну, не окислов, а соединений серы. Ну, почти самородная серы. Кто видел серу, знает. Она такая желтоватая, оранжевая. Реальное тело. Вот такой апельсин просто размером с Луну. Так что тут никто никого не обманывал. А можно принять за обман. Ну, или вот планета Сатурн. Так мы ее видим обычно, когда смотрим с Земли в телескоп на нее. А это что такое? Вот такое может быть с Сатурном? Это, правда, честная фотография. Вообще никак ничего тут не домысленно, не докручено, никаких контрастов цвета. Но мы видим его с обратной стороны. Со стороны его ночного полушария. Солнце оттуда, контровым светом, нам в глаза сейчас бьет. И мы видим то, чего не видели в обычном. Вот это Солнце освещает от нас прямым светом. А это нам в глаза бьет. И мы сразу видим какие-то новые элементы. Даже вот наша Земля вот маленькая. Видна сквозь кольцо Сатурна. Но надо объяснять, что это такое. Например, в учебнике астрономии в одном из недавно вышедших я не видел объяснений. И написано Сатурн. Ну ничего себе. Раньше он был другой, да? Хорошо. Селфи. Ну, любимая тема, да? У девушек. Вот. Селфи. 66-й год. На Луну села первая наша космическая станция. Кстати, космическая станция. Как вы думаете, это селфи? Чего? Во, палки-то, да? Нормально, значит, нет, конечно. Более того, это то, что вы называли коллаж. То есть она сфотографировала лунную поверхность, а потом туда приклеили ее собственную фотографию. Потому что она не умела. Эти палки для другого. Она не умела делать селфи, она просто сфотографировала Луну. Вот у нее тут две фотокамеры были. А потом склеили, чтобы показать, как она сидела на Луне. Или вот. Буквально там через полгода американский аппарат сел на Луну. Это селфи. Палок не видно. А? Ну, а кто это? Коллаж? Коллаж. А, тут уже начинается подозрение, да? Нет. Это честная фотография. Ну, подождите. А кто же на Луне-то сфотографировал? Как это так? А? Чего? Знаете? Лунатики. Ну, в каком-то смысле. Лунатики. Только их тогда называли астронавты. Потому что они прилетели через пару лет туда. И сфотографировали ее. Вот космический корабль, на котором они прилетели. Это Аполлон-12. Они пришли и сфотографировали свой прежде прилетевший туда космический робот. Оказывается, не только селфи можно делать, но и прямые фотографии. Или вот марсианский марсоход Curiosity американский. Как он сам себя мог вообще сфотографировать? Уж точно на Марсе пока люди не были. Марсиан там не было. Компьютер тут участвует в создании этого снимка, но только потому, что он склеил несколько десятков фотографий и сделал так, что на механической руке, на манипуляторе, там действительно было селфи. Он вот так себя фотографировал с разных ракурсов, а потом с фотографии вычистили саму руку, чтобы она не затеняла этот аппарат. Так что это селфи. Вот неожиданное. Палки не видно, но это селфи. Вот у него такая механическая рука. Он ее вытягивает, там камера на конце. И снимает себя с разных направлений, так, чтобы можно было, соединив несколько фотографий, убрать саму эту руку. Ну, первым на Марсе оказался вот этот маленький, совсем даже вот такого размера, крохотного, первый марсоход. У него никаких ни камер, ничего не было. А кто же его на Марсе тогда сфотографировал? Вот он бегает по Марсу, вот он тут гуляет. А? Погромче, если можно. Правильно, угадали. Он приехал туда не сам, он приехал, примарсился на такой специальной платформе, съехал с нее, поехал недалеко. А фотокамера на платформе работала и его фотографировала. Ровно год назад на Марс подлетел китайский марсоход. Кто-нибудь слышал вообще об этом? А вот китайцы-то, они уже на Марсе, ребята. Так, съехал и сделал вот такой снимок. Сам себя, посадочную платформу, там флаг китайский. Кто же его там сфотографировал? Платформа сама по себе, он сам по себе. А фотограф где? Китайцы? Нет, дрону у китайцев не было еще. Дрон летает на Марсе, но это американский дрон, он за тысячи. Американцы сфотографировали? Нет. Значит, этот самый марсоход отъехал вот сюда, поставил фотокамеру, вернулся и сделал снимок. Тоже неожиданная вещь, надо людям объяснять, как это сделано. Или вот, знаете, сейчас популярная идея, что Земля у нас плоская. Легко доказать, что она круглая. Пожалуйста, на этом снимке Земля круглая? Кто бы сомневался. Но снимок сделан с высоты 5 километров, с воздушного шарика. Вы серьезно думаете, что с 5 километров можно ощутить шарообразную форму Земли? Нет, конечно. А как же Земля получилась такая круглая? Или вот такая вогнутая, как тарелка? Так она круглая, плоская или вогнутая у нас Земля? Где ошибка? Кто вас обманывает? Да, это широкоугольный объектив, а все они страдают так называемой дисторсией. Если вы фотографируете что-то прямоугольное, то объектив обязательно искажает. Как правило, вот такая вот бочкообразная дисторсия. Чуть понизили, горизонт, скажем, он станет тарелкообразным. Чуть повысили его на кадре, он станет выгнутым. Вот, например, аудитория в моем институте, явно стены у нас плоские. А тут при широкоугольном объективе они стали бочкообразными. Значит, это особенности объективов. Мало кто об этом задумывается, но так бывает. Ну а НАСА, конечно, нас обманывает. Поэтому уверены почти все. Американцы не были на Луне, это мы все знаем, конечно. Ну а кто бы сомневался, что они там не были? Там же нет атмосферы. Значит, нет ветра. А почему флаг колышется? Колышется? Колышется. А как же, чего он там колышется? А как доказать, что они все-таки были и что ветра там нет? Следы? Ну, Господи, в павильонах Голливуда можно наследить. Так что... Пожалуйста, вот я взял два кадра соседних. Ну, космонавт отдает честь своему национальному флагу. А флаг колышется? Нет. Значит, ветра нет. А чего же он такой? Он мятый. Он просто мятый. Сила тяжести маленькая на Луне и под собственным весом он не может сам себя расправить. Его вынули из контейнера. Мятый был, мятый и висит он. Почти ничего не весит. Надо мышкой вот сюда вот кликнуть. Тут надо запустить кое-чего. Вот туда вот. Вот посмотрите, несколько кадров с Луны. Звук у нас не идет, да? Ну ладно. На что вы обратите внимание? Что можно фейком назвать на этих кадрах? Ну, по крайней мере, есть любители лунного заговора, которые говорят, нет, это в Голливуде снято, потому что... Вот звезд не видно. Раз. Че-че? Их же двое было. Кто же их снимал? Смотрите, камера работает. Трансфакады, как сейчас. Зум, да, называется. Работает. Камера повара. Кто же их там снимал? Кубри. Ну, да, это идея. Кубри. 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 А они разные типы походок испытывали. Кто-то вот по кенгуриному, кто-то шаг за шагом выяснилось, что по кенгуриному удобнее ходить на Луне. Но не всегда они и падали иногда. А вот, кстати, смотрите. Ага. Не будем продолжать. Да, у меня времени уже немного. Нормально? Хорошо. Тогда смотрите. А я не хочу отвлекать собой вот эти интересные кадры американские. Это все-таки правда. Все-таки это, как ни говори, самые крутые экспедиции в истории человечества. Ничего более значительного в географических экспедициях не было. Да, вы уже заметили, что камера работает, а оба они в кадре. Значит, третьего члена там не было экипажа. Третий был, но он на орбите летал. Он ожидал этих двух, а двое работали на поверхности Луны. Оказывается, ну, не будем дальше смотреть. Оказывается, у них была передвижная телестудия в виде электромобиля, на котором они там передвигались. И на нем была, ну, была кинокамера и телевизионная камера, управляемая с земли. И на земле сидел оператор, который управлял по радио этой камерой. Задержка сигнала небольшая, около трех секунд. И он вполне успевал работать с камерой, поворачивать ее, включать зум и так далее. Ну, вот насчет фотошопа. Иногда приходится, действительно приходится вмешиваться в картинки астрономические, чтобы представить публике то, что надо, без всяких помех, которые только мешают этому. Летает спутник специальной заслоночкой, он закрывает Солнце, чтобы околосолнечную область фотографировать. Но посмотрите, как Солнце засоряет эти кадры. Маленькая вспышка на Солнце, летит огромное количество радиации, протона быстрой, бьют по ПЗС-матрице, и все, ничего не видно. Или вот сейчас, вот так вот. Вот эта грязь, она никому не нужна. Физики понимают ее природу, но публике хочется показать объекты, а не грязь, которая их сопровождает. Тем более, если много снимков один на другой накладывается, вот пролет кометы, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять снимков, последовательных в течение, там, нескольких часов сделанные, если бы их друг на друга наложить, от помех там бы вообще... Поэтому, естественно, компьютерная программа их вычищает. Можно сказать, что вмешались в научный документ. Да, вмешались, но сделали его более понятным, более презентабельным для публики. Или вот перед вами. Снимок неба. Это известная галактика. Какая, кстати? Гуманность Андромеды, да. Эврика. А это что? Вот эти вот... А это самолет пролетел в поле зрения телескопа. Еще один самолет. Спутники, спутники, спутники. А сейчас Илон Маск столько этих спутников понапускал, что невозможно сделать снимок без вот этой грязи. Поэтому мы ее убираем. Кое-что мы при этом потеряли. Вот я вижу одну звездочку, которую мы вычистили вместе с этими... Ну, хорошо, мы потеряли. Вот это научные документы. Вот трогать нельзя. Но публике показывать такой снимок, ну, как-то некрасиво, да, со всеми этими самолетами и спутниками. Мы его делаем более понятным, более астрономическим. Вмешались, да. Хотели обмануть? Нет. Наоборот, хотели сделать более качественный снимок. Ну, Илон Маск сейчас по 60 штук запускает спутников. Мы ему протест свой выразили, что нельзя так засаять небо. Он вроде пообещал что-то там предпринять, но пока ничего не предпринимает. Вот эти спутники, их более 2000, а будет более 6000 у нас над головой. Это слишком много для астрономов. Будем чистить, будем чистить спутниковые вот эти следы, чтобы люди все-таки Вселенную видели, а не только... Вот снимок, ну, это из отдельных ПЗС-матриц, сложено большое поле зрения телескопа, и вот это все, это спутники летают над головой. Этспозиция там 10 секунд, тем не менее, летают. Далекие звездные системы, галактики. Хороший снимок, соседняя с нами галактика. Еще одна красота, да? А это наша собственная. Как вы думаете, как мы ее сфотографировали? Мы же в ней живем. Выбежите снаружи на нее посмотреть? Пока не умеем. Вряд ли когда научимся. А откуда тогда этот снимок? Из головы, правильно. Это рисунок. Но, ей-богу, такой хороший рисунок, что вот телескоп Хаббл космический сфотографировал соседние галактики, а вот грамотный художник нарисовал наш. Он, конечно, ориентировался на то, что мы ему сказали, астрономы. Кое-что мы о ней все-таки знаем. Но это рисунок. Но так хорошо они умеют рисовать, что иногда даже хочется сказать, не надо так хорошо. Люди подумают, что это настоящая фотография нашей галактики. Или увидеть невидимое. Мы видим определенный диапазон электромагнитных волн, там от красного до синего. Вообще-то говоря, их намного больше. Вот их фиолетовые, гамма-лучи и так далее. Поэтому приходится что-то придумывать. Радиоастрономы изучают далекие галактики. Но как они могут предъявить вам радиоизображение? Вы же его не увидите. Его надо превратить в оптическое. И каждый радиоастроном немножко делает это по-своему. Галактика одна и та же, но две фотографии. Это вот сама галактика. Она там выстреливает мощные потоки плазмы. Они летят такими облаками. Одному кажется, что так лучше. Другому кажется, что так где истина. А ее нет. Каждому автору научной статьи или научно-популярной кажется, что так правильнее. Или вот эта поверхность Венеры. Мы ее не видим. Она облаками покрытая. Ее видят только радиолокаторы. И превращают в радиоизображение венерианской поверхности. А эти цвета тогда откуда? А мы их придумываем из головы. Мы привыкли, что у нас океаны синие, а материки такие вот зеленоватые. И решили раскрасить Венеру. Да. Низменности тут синие, а возвышенности такие вот зеленоватые. Зеленоватые какие-то. Надо это объяснять. Потому что человек не знакомый с такой вот традицией. Он думает, а что там? Непонятно за что. Или вот Солнце. Таким Солнце видно в обычный телескоп. Кстати, сегодня он почти такой же. А вот таким вы когда-нибудь видели Солнце? Или вот таким? Или вот таким? Но таким оно на самом деле видно. Только из космоса для телескопов, которые могут фотографировать в ультрафиолетовых рентгеновских лучах. Для профессионала это понятно. Для непрофессионала, если нет какого-то объяснения, непонятно, чем там белое, красное от синего отличаются, в чем разница. Или вот галактика тоже непонятная, сложная. Вот это правильный подход к тому, чтобы не обмануть человека. Снимок инфракрасной камеры, тепловой. И рядом Марка такая объяснение. Это теплые, это холодные части тела. Мы сразу видим, где у нее тепло. Носик холодный, там глазки и так далее. Внутрь черепа смотрим. Вот так редко кто поступает. Биологи молодцы, сфотографировали и объяснили нам. Астрономы, как правило, на это плюют. Говорят, так и так же все понятно. Понятно профессионалу. Вот снимок очень сложный. Оптический, инфракрасный и рентгеновский телескопы одновременно сняли один объект, сложили все вместе. И никакого объяснения рядом с ним нет. Говорят, красота, взорвалась звезда. Эта звезда взорвалась, сверхновая. Но чем синяя там от зеленого отличается, непонятно. Или вот здесь. Не хочется каждый раз вот эти вот картинки сопровождать еще объяснениями. Вроде бы и так все ясно, и так красота. Но она красота для профессионалов. Ну и наконец, как отличить рисунок от фотографий. В 2017 году в солнечную систему влетело непонятное тело. Оно прилетело издалека, оно не наше. Впервые мы засекли пролет мимо солнца какого-то пришельца. И вот так на очень популярных на сайтах, журналах показали его. Люди думают, что мы его на самом деле вот так видели. А мы ничего не видели. Оно промелькнуло. И мы единственное, что о нем узнали, что оно очень длинное и очень тонкое. После этого художник нарисовал его вот так. Но это художник нарисовал. А мы не знаем, может это был космический корабль какой-то межзвездный. Потому что форма для естественного тела совершенно неестественная. Она больше похожа на действительно космический корабль. И мы, правда, не уверены, что это был не корабль. Может быть, это был корабль. Не знаю. Но рисунок художника почти нигде вы не найдете. Ну вот тут мелким шрифтом illustration. Да кто же на это смотрит, что это там illustration и фамилия художника? Никто. Смотрит, написано, вот влетел вот такой вот странным именем. Ему имя дали странное. О, муа, муа. На языке гавайских аборигенов это значит первый вестник издалека. Правда, первый вестник был. Или вот с одной звезды на другую, на черную дыру падает газ, аккредитационный диск, красота, чисто художественно. Мы никогда этого не видели и не увидим. Но художники, особенно в хороших журналах, там, Scientific American или там на Discovery такое делают, что же заглядение. Но это все выдумки. За последние 25 лет астрономы открыли 5000 с лишним планет у других звезд, экзопланет. И нам их представляют вот так. Экзопланеты, похожие на Землю. Ну, правда, не очень похожие, но вот представляют нам в виде таких изображений. Вы думаете, мы их, правда, видим вот такими? Мы знаем о них очень мало. Мы знаем, что они есть, мы знаем, примерно, какого они размера и все. Все остальное додумывает художник. Поторопился художник. И вот эти все географические подробности, они никакого отношения к реальности не имеют. И, как правило, об этом забывают. Я вот смотрел статьи на русском и на английском языке. Нам их представляют. И большинство, наверное, неопытных читателей думают, смотрите, а там городов не видно, если приглядеться, а может быть там вот. Вот. Какое там приглядеться? Это вся выдуманная география. Но об этом редко объясняют. Ну, а, например, вот это, как вы думаете? Компьютерная графика, рисунок художника или реальная фотография. Красиво, да? Что это? Какое? Гало, да. Так думаете, что это фотография? Правильно, это фотография. Ну, это трудно поверить, правда, что вот такое из окна можно выглянуть и увидеть. Да, это гало, это солнечные лучи преломляются в мелких кристалликах. Льда обычно, летающих в атмосфере. Луны, у Луны тоже иногда никто не видел ночью. У Луны нет, бывает такое, я видел. как-то раз. Или вот, снимок, ну, это галактики, яркая звезда, и вот какая-то спираль на небе. Так, ну, что ж такое? Или вот такая спираль. Выдумка? Оказывается, нет. Никто из астрономов не думал, что звезды могут как шутихи, вот так, джик-джик-джик, вокруг себя разбрасывать газ. Таким образом, иногда трудно отличить реальность от выдумки или от хорошей художественной продукции, но это надо делать, и профессионалы обязаны, конечно, каждый раз сообщать, комментировать свои. Я просто свою книжку показываю, в которой довольно много об этом написано, и кому интересно, читайте. По-моему. А, вот еще, две мои. Валерий Георгиевич, огромное спасибо. Я, слушая вас, вспомнил высказывание вашего коллеги Сергея Попова о том, что в 90-м году полетел телескоп Хаббл, и тут же у нас появилось огромное количество качественных снимков Вселенной. Но не поэтому, а потому что примерно в то же самое время возник фотошоп. Коллеги, какие вопросы? Да. Оксана, прошу. Вы уж простите, но меня всегда волновал вопрос. А почему нельзя в компьютерные файлы изначально зашивать метаданные, что это иллюстрация или это фотография, и я могла бы любым превью-просмотром посмотреть и узнать, что это такое? Можно, конечно. Почему не делает никто? В исходных оно бывает, но когда оно приходит к журналистам, потом на странице печатной продукции, поэтому и пишем чушь. А все это пропадает. Конечно. В исходных. Давайте придумаем технологию, которая это будет сохранять. Между прочим, эта технология есть, но это ТИФ-формат, который очень большой. Он тяжелый. Он тяжелый, но... Берут гифы там, жопейки. А так как удобно было бы? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова